Приветствую вас! В первую очередь мне бы хотелось сказать, что вы собственно не задаете никакого вопроса вообще то есть вы как будто просто высказали свою позицию и все по сути для начала мне кажется, чтобы у вас был вопрос то есть, что вы хотите что вам нужно что чего вы желаете что хотите поменять что хотите изменить вот это важно потому что без вопроса то, что вы написали это просто вот как бы с нашей стороны представляется возможным только вольно интерпретировать то, что вы сказали а с вашей стороны появляется возможность говорить о том, что ну я же совсем не для этого задавал свой вопрос вот а для чего вы задавали свой вопрос тогда вообще подумайте для чего вы аноним задали этот платный вопрос свой обратили на него деньги да зачем далее хочется сказать что я поддерживаю своих коллег и Игоря Летучего и Бориса Никиперова в том, что они вам написали в общем и целом они написали вам правильно каждый за своей стороны но правильно это действительно вот те аспекты которые вам необходимо разбирать да так почему у вас нет мужа общается ли ребенок с мужчинами ну если у него родительская фигура отцовская фигура вот если да то в каких отношениях он с ней с фигурой отцовской если нет то соответственно почему нет вот и так далее значит я сегодня подсорилась с сыном тринадцати лет пишите вы в общем и целом хорошее начало не мы поссорились а я поссорилась подникает вопрос вы будучи матерью вы будучи более сильным человеком чем ваш сын ну в плане того что вы взрослая ссоритесь с ребенком зачем зачем что вас беспокоит о чем вы переживаете чего вы хотите что у вас оно душе кипит что вы ссоритесь с ребенком ведь понятно что ссора не происходит на ровном месте есть недовольство какое-то да есть противоречия внутренние у вас есть конфликты внутренние у вас понимаете взял его замечание и он сразу на меня сердце заплакал кричал типа умрите короче была истерика но у него в принципе то же самое это агрессия направленная на себя агрессия направленная на самого себя и вот подавляемая и выражаемая в виде таких вот эстерик соответственно у вашего ребенка есть тоже внутренние конфликты которые вы как мать ну вероятно не видите у него в руках был провод сетевого фильтра и когда я подошла ударил и два раза по руке этим проводом а зачем вы подходили если видите что у человека истерика вы говорите я сказал как думаешь ударить макс то есть вы давите ему на вину для чего строите из себя жертву зачем понимаете понимаете вы что вот эта вина она еще сильнее ударит по ребенку и он еще сильнее будет агрессировать теперь уже из-за чувства вины понимаете ли вы что если у человека в руках провод сетевого фильтра то к нему наверное лучше не подходить зачем вы провоцируете для чего вы провоцируете по сути на мой взгляд здесь у вас есть игра психологическая игра ударит на рекомендую об этом почитать в интернете в интернете это есть ну информация в свободном доступе она доступна изложена значит для людей почитайте про эту игру то есть вы подходите к человеку которого истерика капре себя не контролирует знаю что сын очень стыльчивый и что он может разбить сотовый телефон вы к нему подходите и чего вы ожидаете что он будет вас обнимать может быть вам хочется выставить себя жертвой если да то зачем как как это направлено на ребенка может быть только так вы можете позволить себе себя жалеть себя любить а до этого в других ситуациях вы себя не любите не цените не уважаете не заботитесь о себе хоть в ответ плакал а раз кто себя убьет и т т т я в шоке ну вы знаете аноним шок это очень удобное чувство в состоянии шока человек не несет ответственности никакой практически за себя хоть в шоке да все вы жертво вы думаете что вы сделали не так начинает себя селеть при этом игнорируется что вы сами подошли к малышу ну к ребенку уже не малышу к ребенку сами подошли спровоцировали его я руки на него никогда не поднимала пишите вы опять же вопрос а должны были поднимать руку это к чему если вы верите про то что ваш сын так с вами поступил то это не потому что вы на него руку поднимали это по другим причинам как правило причина связана вот с этим если человек говорит что если вы говорите ему как ты можешь так ударить мать то есть вы при при привознете свою роль в мастере то это относится другие сферы другие ипостаси другие социальные роли у вас ну не сказать что удовлетворительно знаете то есть то есть вы здесь не выступаете для него как человек как партия вы сразу апеллируете к матери и у этого есть вообще субъективные причины почему вы так поступаете соответственно подобное отношение к себе не ценностное а такое скорее давящее на жалость и как вперед ваш ребенок и поступает точно так же как вы то есть вы нацелены на себя говорите как ты можешь так ударить мать а он говорит что убьет себя то есть получается что каждый из вас говорит о себе не об другом о себе мы вот он вас ударил да я понимаю неприятно но как мать вы сперва успокоите сына да как мать вы сперва успокоите сына сперва добьетесь того чтобы он чувствовал себя хорошо потом когда он успокоится уже покажете ему след от удара и скажете что вам было больно и все и все без вины без драматизации без всего любого и все но мы так не сделаем а это значит что вы ориентированы на себя равно как и шок шок это тоже показатель ориентации на себя поймите в этом нет ничего плохого в том что вы ориентированы на себя но вам нужно выражать грамотно свою ориентацию на себя устраивать личную жизнь быть счастливым жить полной жизнью и так далее а единственный ребенок ну соответственно вся наша любовь оставалась ему это это избалованность это соответственно повышенный эгоцентризм вот и без мужского руководства без мужского идеала мужа нет почему нет мужа почему вы одна почему вы не строили свои отношения с другим мужчиной какие там проблемы могут быть где у меня вспыльчивость вспыльчивость это не умение контролировать свои чувства не умение контролировать свои чувства это не прислушивание к своим желаниям это подавление их соответственно ваш сын по какой причине подавляет свои эмоции склонен их подавляет почему не потому ли что вы их подавляет разве когда ему было 10 лет разбил плотовый телефон и что то есть вы это к чему написали через час успокоил что стал помогать по дому разговаривать вот здесь на самом деле непонятно через час после того как разбил телефон или через час после того как ударил вас проводом знаете да что в любом случае я думаю что я думаю второго скорее всего скорее всего ну что у людей психолог а желательно мужчина психолог психолог который станет ему другом и который заменит ему в какой-то степени отца если уж и нет мужа и нет мужчины то так опять же по какой причине вы не отвели сына к психологу просто хотя бы не показали не показали с ним у него это вопрос значит через час удакой стал помогать по дому разговаривать и вечно ничего не случилось это вот типичное подавление своих чувств и вы опять я говорю как ему не так ударить мать ну понимаете да вот а зачем зачем апеллировать к этому вы думаете он не знает что он ударил мать для чего культивировать в человеке чувства времени а может быть это вы свою вину на него проектируете может быть это вы чувствуете вину на что-то мне плохо конкретно от чего плохо конкретно я уверен что к сыну это относится очень-очень поскольку не в вине дело плохо вам по-другому просто ситуация с сыном стало пусковым механизмом для того чтобы ваши чувства поднялись на поверхность нужно с этим разбираться значит разговариваешь сын но в душе плохо понимаете один раз ударил и второй раз ударил наверное не так воспитал нет ну если один раз ударил не факт что удары второй иногда бывает так что человек делает выводы и больше не повторяется таких ситуаций вот бывает но вы же понимаете что для того чтобы это не повторилось нужны выводы нужны реально значит организованные выводы нужно разговаривать вы не говорите ему что вам плохо вы обвиняете его вы говорите как ты ударить мы примерно того чтобы просто сказать что мне как человеку плохо вот этого вы не делаете и вот это то чего нужно начать во вашем лексиконе поменьше слов ты и побольше слов я вообще вашим вашей социальной позиции по отношению ко всем людям поменьше слов ты вы и побольше слов я то есть как ты мог ударить мальчику отначально что вам как человеку плохо ну вот скажите об этом не подавляете своих чувств чувства естественно а вы подавляете и в результате мальчик тоже это делает наверное не так воспитала ну да не совсем так воспитали да что делать то дальше что делать будем будем работать над собой корректировать свое поведение будем относиться более оценок к себе будем вести себя как женщина будем чувствовать себя женщиной будем продвигать женскую модель поведения чтобы мальчик чувствовал с ним не мать с которой можно делать все что угодно да а женщина в том числе а на женщину у мужчины рука не поднимется понимаете какая история может быть определим почему вы делаете замечание и как определим значит характер и стиль вашего общения с сыном как вы себя позиционируете по отношению к нему может быть имеет смысл не делать замечания а больше разговаривать узнавать что его беспокоит потому что подобная вспышка означает внутреннем напряжении вашего ребенка понимаете но для того чтобы это делать нужно решить собственные противоречия собственные конфликты а не говорить о себе через другого вот когда когда человек говорит о себе через другого это механизм влияния то есть вы вы от него вы от него ждете такого отношения как хотите сами но для того чтобы к себе у вас было такое отношение лично вы не делаете ничего это называется попытка получить от другого тот же вы хотите для себя от этой позиции нужно отходить и брать на себе ответственность за свое состояние за свое самочувствие за свой успех за свое здоровье на свою гармонию за свою деятельность а не представляться в роли жертвы при этом высказываете о том что вы чувствуете и говорите об этом открыто не стесняю вот так я думаю именно так можно вам ответить на ваш вопрос я надеюсь что помог вам если у вас остались дополнительные вопросы пишите в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и у нас еще